Социального психолога, изучающего проблемы общения, интересует, что происходит с ребенком после того, как он подрастает и естественным образом отдаляется от матери Все, что наука может сказать на этот счет, можно свести к народной мудрости Если тебя не гладят по головке, у тебя спинной мозг высыхает После короткого периода близости с матерью всю остальную жизнь индивидуум должен блуждать между двух огней, пытаясь постичь пути, которыми введут его судьба и инстинкт самосохранения С одной стороны, он будет постоянно упираться в социальные, психологические и биологические силы, факторы, не дающие ему продолжать прежние отношения, столь привлекательные в младенчестве С другой, постоянно стремиться к утраченной близости Чаще всего ему придется идти на компромисс Придется учиться иметь дело с гораздо более тонкими, иногда символическими формами прикосновения Рукопожатием, иногда просто вежливым поклоном Хотя врожденное стремление к физическому контакту не исчезнет никогда Процесс достижения компромисса можно называть по-разному, например, сублимацией Но как ни назови, все равно в конечном счете младенческий сенсорный голод трансформируется в потребность в узнавании Чем дальше продвигается человек непрямым путем компромисса, тем индивидуальнее его запросы по части узнавания И именно эти различия в запросах ведут к разнообразию типов социального общения И в конечном счете определяют судьбу индивидуума Киноактеру могут потребоваться еженедельно сотни поглаживаний От анонимных и безразличных ему поклонников, чтобы его спинной мозг не высох В то время как ученому достаточно одного поглаживания в год От уважаемого и авторитетного коллеги Поглаживание Можно использовать как общий термин для обозначения физического контакта На практике оно может приобретать разнообразные формы Некоторые буквально гладят ребенка Другие обнимают его или похлопывают Наконец, третьи гриво шлепают или щиплют И в разговоре взрослых между собой происходит нечто подобное Так что, наверное, можно предсказать, как человек будет ласкать ребенка Если вслушаться в то, как он говорит В более широком смысле поглаживания Можно обозначить любой акт признания присутствия другого человека Таким образом, поглаживание Можно считать единицей измерения социального действия Обмен поглаживаниями составляет транзакцию Являющуюся единицей социального общения Согласно теории игр Можно сформулировать следующий принцип Любое социальное общение предпочтительнее Отсутствие общения Эксперименты на крысах подтвердили это Наличие контакта благотворно отражалось Не только на физическом, умственном и эмоциональном состоянии крыс Но и на их биохимических показателях Вплоть до степени сопротивляемости организма лейкемии Эксперименты привели к поразительному выводу На здоровье животных одинаково благотворно Сказываются мягкое поглаживание И болезненный электрический шок Высказав эти предварительные замечания Мы можем уверенно перейти к следующему разделу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok